Экологические проблемы нужно решать не завтра, а уже сегодня, потому что завтра уже будет поздно. И, коллеги, давайте понимать, что сегодня отчасти мы живем в долг, мы берем долг у наших последующих поколений. Надо об этом понимать, давать себе отчет, в том числе и нашим промышленникам, тем, кто занимается и в сельском хозяйстве, о том, что мы должны оставить после себя здоровую экологию. А вы в курсе, что адлерские очистные сооружения сегодня считаются одними из самых лучших в стране? На сооружениях вода проходит сразу несколько этапов очистки. Ну и после финального вода, которая уже затем отправляется в море, по степени прозрачности приравнивается к питьевой. Ну и я отмечу, что несмотря на ЧП, которое произошло на сооружениях в конце прошлого года, когда от глубоководного выпуска оторвался 200-метровый кусок полиэтиленовой трубы, адлерские очистные сооружения продолжают работать в штатном режиме и выполняют свою задачу на 100%. Ну а когда глубоководный выпуск будет отремонтирован и в чем причина аварии, мы попытаемся разобраться сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, директор муниципального предприятия города Сочи «Водоканал» Сергей Винарский. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Добрый день. Ну и в начале нашего разговора, чтобы нашим телезрителям всем стало понятно, каким предприятием вы руководители, в нашем городе две компании, которые занимаются водоснабжением и канализованием. Это коммерческое предприятие ООО «Сочи-Водоканал» и муниципальное предприятие «Водоканал» города Сочи, которым вы, собственно, и руководите. Вот какие объекты сегодня входят в структуру муниципального нашего городского предприятия? Нам переданы объекты, которые были построены к Олимпиаде. Это в основном объекты, расположенные на Америтинской низнойности и в Красной Полине. Это сети, сети водопровода и канализации. Это два водозабора и две очистных станции. Ну и достаточное количество насосных. Адлерские очистные сооружения входят в состав тех объектов, которые мы эксплуатируем. Да, и как раз мой следующий вопрос именно о них. Многих сочинцев по-прежнему продолжают волновать судьба глубоководного выпуска, от которого 200-метровый кусок оторвался. Причины этой коммунальной аварии, что сейчас происходит с этим фрагментом трубы, где он находится и когда нам ждать ремонта? Ну, что произошло? На самом деле там все достаточно просто. Был заводской дефект. В результате этого произошел обрыв трубопровода. Ну, а дальше там было очень много наслоений, в том числе и какие-то внешние воздействия на элементы трубы. То есть была разрушена часть вот этих железобетонных пригрузов, которые позволили трубе всплыть. И, собственно, дальше уже под действием шторма вот этот кусок был вырван. На работу адверских очистных это повлияло только в одном. Мы сразу же издали приказ, который ужесточил требования к очистке и требования к соблюдению технологии. Я могу совершенно точно сказать, что начиная вот с декабря никаких отклонений в качестве очистки не было. Все требования соблюдаются. Давайте сначала по трубе. Она достаточно уже давно, да, с прошлого года. Да, значит, мы узнали об этом где-то в период с 3 по 12 декабря, когда начали разбираться трубы, уже кусок трубы оказался на пляже у санатория Ворошилова. Значит, мы начали сразу же, буквально это было где-то числа там 15-16 декабря, попытались ее транспортировать. Дошли до мыс Надеж, по-моему, как называется, вот следующий там буквально рядышком. И тут произошла катастрофа с самолетом. Нам пришлось остановиться. И дальше все было достаточно сложно, потому что, если была плохая погода, то, естественно, в море никто не работал. Когда была хорошая погода, работали спасатели, поисковики. И нам не всегда давали возможность там работать. И только в конце февраля нам удалось вот этот самый кусок, который выбросило, который у нас находился на плаву, транспортировать на берег в район реки Мзымта. Мы его вытащили и начали обследование. Обследовали этот участок трубопровода, обследовали трубопровод, который остался под водой. Приглашали экспертов. Значит, там были, у нас были представители компании, которая поставляла трубу для этого проекта. И мы обращались, есть такая ассоциация сварщиков в России, которая занимается экспертизами, которая как раз смогла нам дать ответ по качеству сварочного стыка. По заключению производителя, тот кусок трубы, который выбросило, который мы достали, он по второму использованию не подлежит, он поврежден во многих местах. С этого момента стало понятно, что нужно заказывать новую трубу. Нами заказан сегодня, подписан договор с турецкой компанией. Заказана труба. Где-то после 20 мая, я так думаю, ближе к концу, эта труба поступит в город Сочи. На самом деле, говорить о том, что мы не занимаемся устранением аварии, наверное, не совсем верно, потому что уже сегодня там ведутся работы. Буквально в ближайшие дни туда выйдут уже в море представители подрядной организации. Там есть еще одна проблема. Вот то место, в котором проходила эта труба, сегодня очень сильно завалено вот этим битым бетоном, который был на трубе. Там буквально через каждые 2 метра шел пригруз весом до 10 тонн. Сегодня это все на дне. Куски бетона, битого и так далее. Сейчас задача стоит вот где-нибудь до конца мая расчистить вот этот участок и подготовить все для прокладки нового трубопровода. Дальше, когда он придет, мы этот участок снарядим, ну не мы, а подрядчики наши снарядят пригрузами, опять выведут в море и установят на место. И тем самым мы, так сказать, проектную длину выпуска восстановим. Когда это примерно ждать нам, примерная дата? Ну мы вообще планируем это сделать в июне, значит там все будет зависеть от ситуации, ну могут быть штормы, может быть все что угодно, но вообще по планам это сделать в июне нужно, до конца июня. То есть мы можем говорить о том, что никак на работу адлерских очистных сооружений практически не повлияло это чрезвычайное происшествие? Оно не повлияло на качество воды в море, и соответственно на качество сбрасывания воды оно никак не повлияло. Ну связано это с многими вещами, значит, во-первых, выпуск планировался на полную мощность очистных, это 100 тысяч кубометров. Сегодня мы работаем приблизительно на 40 тысяч кубометров. То есть воды поступает меньше. Далее в этот же выпуск должна была сбрасываться ливневка очищенная. Тоже этого не сделано, ливневка не сбрасывается. При производительности очистных 40 тысяч кубометров длина выпуска должна быть не менее одного километра. Поэтому сегодня даже в этом плане мы как бы укладываемся в нормативе. Другое дело, что это сегодня ограничивает возможность роста этих наших объемов. То есть подключение новых потребителей, ну и так далее. Ну и конечно с этим нельзя мириться, это нужно вернуть в то состояние, которое было. Поэтому решение однозначно восстанавливать будем. Ну и произошедшим ЧП на глубоководном выпуске всерьез обеспокоились и краевые власти. В Сочи прибыл вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Он организовал пресс-конференцию для журналистов и ответил на все вопросы о судьбе трубы. Давайте послушаем комментарий заместителя главы администрации Кубани. Пластиковая труба, полиэтиленовая, которая всплыла, она делала очень много шума в средствах массовой информации и различного рода интернет-ресурсов. Я хотел бы отметить, что на сегодняшний день сразу отмечу, что никакой экологической угрозы не существует. Работа по контролю за качеством стоков ведется усиленно в режиме, постоянно. И к этой работе я приглашаю всех желающих, чтобы они проконтролировали, проверили. И чтобы все кривотовки и заявления экспертов в кавычках от мнимой общественности не имели, скажем так, какого-то существенного резонанса. Пожалуйста, все желающие, все экологические организации, все активные или, скажем так, небезразличные к этой ситуации, люди могут принять участие, отобрать пробы, могут издать в независимую, точно так же сами лабораторию, получить естественное заключение. Я хотел бы поблагодарить город Сочи за то, что в этой ситуации было оперативно принято необходимое решение по финансированию поведения, по угоду необходимой ситуации в этой части, предусмотрены средства, которые необходимы для восстановления этого участка. Мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день существует ответственность, серьезная, вплоть до уголовной, по загрязнению окружающей среды. И самое главное, что муниципальные предприятия, которые эксплуатировали, честно, это глубокий выпуск, это понимает и осознает. Второе, чтобы мы здесь тоже предвосхитили вопрос, при строительстве этого глубоководного выпуска, чтобы не было, кто-то что-то украл, кто-то что-то недофинансировал, мы реально понимаем, что на сегодняшний день мы склоняемся к тому, что это гарантийный случай, что это дефект завода-производителя. И как только у нас будет заключение, по подтверждающим наши предположения, с наибольшей долей вероятности мы подадим претензию к заводу-изготовителю. Будет заключение экспертизы, соответственно, после этого будет предъявлено в основном законном порядке претензия производителю о возмещении ущерба, который рассчитывается как раз по восстановлению в предыдущих параметрах. Я хотел бы просто отметить для всех, чтобы понимание было, что эта работа находится под контролем администрации Краснодарского края и исполняется лично поручение губернатора. Ильин Иванович дал четкое, недвусмысленное поручение в нормативные сроки, в максимально сжатый, восстановить глубоководный выпуск и не допустить загрязнения акватории Черного моря, прибрежной в районе Адера, в районе этого глубоководного выпуска. Такая работа, как вам известно, уже проведена. И, соответственно, мы надеемся, что если нам не помешают никакие условия погодные, шторма и так далее, то в нормативные сроки эти работы будут завершены. Глубоководный выпуск администрских очистных сооружений до реконструкции, до Олимпиады, скажем так, представлял из себя такое серьезное решето, которое уже на расстоянии 500 метров от берега имело значительное количество повреждений. Основная часть условно очищенных крестно-бытовых стоков после прохождения очистных сооружений выходила там, наружу. Но качество очистки на тот момент, оно не просто было ужасно, оно было чисто формально. То есть геологическая очистка просто отсутствовала. Но они не справлялись. После модернизации на сегодняшний день глубина очистки активных и вредных веществ стоков составляет порядка от 95 до 98%. В России действуют на сегодняшний день самые жесткие требования по ПДК, то есть предельно допустимой концентрации вредных загрязняющих веществ в стоках, которые сбрасываются через глубоководные выпуски после очистки. И на сегодняшний день обрыв трубы произошел на расстоянии на расстоянии 2200 метров от береговой линии. То есть сопоставимые цифры, я думаю, что они говорят сами за себя. Как сегодня вообще построена работа по очистке вод на адлерских очистных сооружениях? Они, вы сказали, строились к Олимпиаде, наверняка по самым современным технологиям. И вообще сегодня адлерские очистные называют одними из лучших в нашей стране. Ну да, то есть технология, она, собственно говоря, это биологическая очистка. То есть это классическая технология, которая во многих, так сказать, очистных применялась и применяется. Другое дело, что по составу оборудования, действительно, адлерские очистные, они, наверное, одни из лучших. Плюс к этому на адлерских очистных применена технология удаления уже осадка сухого. То есть мы, у нас нету каких-то площадок, где мы складируем там какой-то влажный осадок, потом его там куда-то деваем, у нас сразу же идет сушка, и мы его вывозим далеко за пределы города. Сама по себе технология, это поступает в сточные воды, проходят механическую очистку, биологическую очистку, и затем идет доочистка и обеззараживание воды, и после этого вода сбрасывается. Значит, конечно, она не питьевая, но и не было такой задачи очистить ее до качества питьевой воды. Она соответствует требованиям технической воды, она практически такая же, как речная. По крайней мере, по уровню прозрачности приравнивается все-таки к питьевой воде, можно так сказать. Нет такого понятия по уровню прозрачности. По своему составу она близка к питьевой воде, нужна необходимая еще там водочистка определенная, тогда можно ее и пить. Но не было такой задачи, я еще раз повторюсь, значит, она должна соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к воде для сброса в море. То есть вообще, вот с чего началась, ну скажем, паника, с того, что раз сброс стоков, то значит, это стоки в первозданном их виде. Ну, далеко не так. Даже когда трубопровод был нормальный, проектный, там, 3 километра длиной, через него никто никогда не сбрасывал неочищенные стоки. Это просто запрещено делать в море. Поэтому, собственно говоря, на качество очистки это не повлияло. А как сейчас часто берутся пробы, их продолжают брать ежедневно, да? И какие результаты этих проб, расскажите? Значит, все пробы соответствуют требованию по качеству очистки воды. Но берем мы их ежедневно. Кроме этого, 4 раза в месяц отбирает их сертифицированная лаборатория. И к этому нас еще и контролирует Росприроднодзор. Когда мы закончим это делать, вообще это, так сказать, ужесточение требований. Как только восстановим выпуск, мы будем это делать в соответствии с правилами. Еще одна очень важная проблема, которая существует в Сочи, это незаконный сброс стоков ливневки нашими жителями из многоквартирных домов, из частных домов. Люди не подключаются к центральной канализации, не устанавливают лосы. И это, конечно, влечет огромное количество проблем. В решении этой проблемы какое участие принимает сегодня муниципальное предприятие «Вдоканал»? Мы начали работать в ноябре, вот буквально с ноября до сегодняшнего дня мы ведем достаточно серьезную работу по инвентаризации потребителей. То есть мы выезжаем на место, смотрим, где этот потребитель находится, смотрим, какими услугами он пользуется. Даже если он не пользуется нашей водой, то мы в этом убеждаемся или принимаем какие-то меры для того, чтобы понять, где он берет воду. И дальше мы смотрим, как этот потребитель ее, ну, скажем так, утилизирует. Все это отражаем на своих схемах. Если мы видим, что по каким-то причинам потребитель пользуется водой, не имеет канализацию, или же потребитель пользуется водой, но канализация у него устроена где-то не там, где должна быть, ну, принимаются меры. Хотя на сегодняшний момент могу сказать, что таких потребителей у нас достаточно немного. Есть районы, где нет вообще канализации. Особенно поселки, Лазаревские районы и так далее. Вот там, там это проблема, но там ее нет вообще. И если раньше этим, в общем-то, особо никто не занимался, то созданием нашего предприятия, мы все-таки муниципальное предприятие, и наша основная задача это обеспечить муниципалитет. Не какой-то конкретный район, а город Сочи. Вот сейчас мы получили от главы города, и каждый день эта задача там детализируется, детализируется, детализируется. Мы сейчас ездим во все поселки, смотрим, что происходит там. Сейчас есть задание на разработку инвест-программы, и там мы попытаемся учесть по максимуму те задачи, которые перед нами ставит город. Это много-много разных поселков, которыми до сих пор пока не занимались. Ну а вообще, насколько сложно сегодня подключиться к центральной канализации? Вот что нужно Сочинцу, который хотел бы как-то централизованно, цивилизованно сбрасывать свои фекальные истоки? Куда нужно обращаться? Какие документы? Что нужно делать? Первый его шаг. Что касается нашего предприятия, у нас на Кирова-30 есть абонентский отдел, находится в Адлере. Необходимо туда подать заявку с просьбой и с желанием подключиться. К этой заявке прилагается определенный перечень документов, нужно знать объемы, паспорта на дом, на землю и так далее. Вот это подается нам, и мы в течение месяца обязаны дать ответ. Мы выдаем технические условия. Но дальше сегодня есть небольшие сложности, потому что пока нет инвест-программы, и от точки врезки до своего земельного участка это все ложится на того, кто заявился пока. Когда появится инвест-программа, изменится немножко условие, тогда появится тариф на подключение, соответственно, заплатив эти деньги, человек получит точку врезки на границе своего земельного участка. И дальше уже там будет заниматься подключением. Я вообще считаю, что это несложно. На самом деле к нам сегодня есть, я еще раз подчеркну, вот если говорить о районах, которые охвачены централизованной системой водоотведения, я считаю, что там совсем несложно подключиться. И много таких заявок поступает. То есть больше проблем в частном секторе. А вот там, где нет централизованной системы, там есть проблемы. Например, это поселок Мирный. Но там нет этой системы, ее нужно создавать. Понятно, это достаточно затратная вещь и достаточно сложно. А там, где она есть, никаких проблем не составляет подключиться ни к воде, ни к канализации. Но все-таки понимание со стороны сочинцев сегодня стало больше, как вам кажется? Ну, мне тяжело судить о том, что было раньше. Я могу сказать, вот с ноября месяца, как бы, достаточно все прилично, так скажем. То есть люди обращаются, люди подключаются. Достаточно много. Ну, еще один такой вопрос от многих туристов, да и вообще от сочинцев. Можно очень часто услышать, что вода в Сочи вкусная. Такое определение ей дают. Как вам кажется, с чем это связано? И вот ваше личное мнение, можно ли в Сочи пить воду из-под крана? Вы знаете, сочинцам, наверное, повезло. У нас подземные источники водоснабжения, причем достаточно хорошего качества вода. Мы эту воду даже особо не обрабатываем. То есть у нас же задача не испортить эту воду, а не почистить. То есть у нас нет каких-то специальных методов чистки. Мы поднимаем воду. Единственное, что мы делаем, мы ее обеззараживаем. Но это делается для того, чтобы вода в трубах, находясь, не заразилась чем-то. То есть она же там может застаиваться. А так, в целом, вода очень приличного качества. Она подземная, артезианская. Ее можно совершенно спокойно пить. Можно не бояться. Но опять же мы говорим о тех водозаборах, которых обслуживает наше предприятие. То есть я обращаюсь к жителям Эмеретинки. А там и, наверное, Адлер тоже отчасти запитан. Жителям Красной Поляны могут совершенно не беспокоиться по поводу качества воды. И она в очень приличном состоянии. И в завершении нашей программы хотелось бы узнать, как в дальнейшем будет развиваться муниципальное предприятие города Сочи, Водоканал. Ну, во-первых, у нас есть сегодня задача эксплуатировать то оборудование, которое уже, так сказать, есть. Есть некоторые работы, которые были в свое время не закончены. Это вот перед запуском этих объектов. Нужно их закончить. Это даст возможность получить определенный резерв по оборудованию. То есть это надежность. Обязаны мы это сделать. Сделаем мы это, я думаю, в этом году. Следующая тема развития нашего предприятия. Это вот то, о чем я говорил в самом начале. Мы сегодня получаем задание от мэра, которое доставляет нас двигаться уже в те поселки, где не было сегодня централизованных систем ни водоснабжения, ни водоотведения. Это, наверное, правильно. Хотя с точки зрения предприятия это достаточно сложно. То есть, представляете, если приходишь в поселок, где никогда ничего не было, ну, это сложно, это дорого и это сложно. Но делать мы это обязаны. Даже не мы, это должна делать власть. Соответственно, инструментом этой власти являемся мы. Поэтому мы это будем делать. И это, с другой стороны, это, наверное, правильно. Потому что, скажем, ну, я уже говорил вам, что сегодня мощность наших отчистных, там, 40 тысяч кубов мы получаем, рассчитанный на 100. Ну, как минимум в два раза можно увеличиваться. При этом особых затрат на это не понесем, потому что там постоянные затраты не изменятся. Переменные, да. Но надо набирать эту мощность, это наши доходы. То же самое касается водозаборов. То есть, водозаборы тоже загружены там на 40-50 процентов. Это неправильно. То есть, их надо догружать, отдавать эту воду потребителям. И людям будет удобно, и нам будет удобно. Поэтому, вот, наверное, те направления, куда мы сейчас будем двигаться. Ну, очень важно, что есть куда расти. Есть. Спасибо большое за то, что к нам пришли, стали гостем нашей передачи. И удачи в решении таких важных для города задач. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был директор муниципального предприятия города Сочи «Водоканал» Сергей Линарский. Спасибо большое. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в субтитрах.